всем привет дорогие друзья давненько мы с вами не виделись не общались в таком формате в домашнем в уютном предлагаю вам налить чай взять печененьки и наслаждаться новым сюжетом данный видеосюжет у нас будет состоять из нескольких блоков те кто подписан на мой инстаграм-канал здесь будет ссылочка него в курсе то что мне пришла посылка от кристины это проверенный продавец с франции и сегодня мы его сами как раз таки распакуем и посмотрим что же там за боевая одежда следующий блок у нас будет осмотр боевой одежды пожарного от фирмы энергоконтракт в ней я проходил уже чуть меньше года посмотрим что с ней случилось и я дам по ней отзыв также мы смотрим таким же методом сапоги от фирмы модерам у них я тоже уже проходил чуть меньше года посмотрим как они себя чувствуют и также дам отзыв по ним и еще осмотрим несколько различных аксессуаров так сказать экипировки пожарного это топор чехол поворотный для топора и еще несколько мелочи в общем все ссылки на продавцов я оставлю под видео а вам предлагаю начинать со мной вместе распаковывать эту посылку поехали у нас и ссылка в коробке вся побитая временем шла она по моему с украины это промежуточный этот понимаю адрес такой с франции в украину и с украины в россию здесь видно таможне скорее всего производила вскрытие для осмотра боевую одежду надеюсь ничего не повредили давайте начнем скрывать если честно почему я задумался смене боевки в летний период не потому то что энергоконтракт какая-то плохая боевая одежда это очень хорошая боевая одежда честно вам скажу просто в летний период в ней будет невыносимо жарко поэтому я решил заказать для себя у кристин боевую одежду мембранную она гораздо легче она будет гораздо удобнее ну что давайте посмотрим что же здесь внутри больше всего конечно же переживаем за размер чтобы размер подошел мерить мы с вами кстати будем уже в моем подразделении состоянии конечно можно сказать идеальное также хотелось сказать огромное спасибо кристине за предоставленную скидку даже здесь есть такой вот календарь какой-то что ли не календарь это какая-то брошюра а нет календарь ну что же давайте посмотрим что же это у нас за боевая одежда вот такие вот штаны ну да состояние боевой одежды более чем удовлетворительно хорошие можно сказать даже идеально самое главное чтоб размер подошел в общем вот такие вот штаны усиленные колени ну видно то что боевка конечно было в пользование но она изначально шла не новая так давайте сейчас мы с вами посмотрим на куртку что за куртка вот такая куртка усиленные плечи липучки штучки курточка у нас идет тоже на липучки и на молнии фирма кермин если я правильно произношу конечно ну что ж я предлагаю телепортироваться во вторую пожарно-спасательную часть для того чтобы померить эту боевку сравнить с энергоконтрактом в какой-то мере и дальше продолжать видео сюжет что поехали ну что ж я и уже конечно надел на себя классная легкая очень-очень легкая вот такая вот куртка удлиненная сразу глаза бросаются вот такие лямки для того чтобы рукава не сползали может быть по длине они мне в принципе нормально перчатками сверху еще закроются и будет замечательно липучки для фиксации в общем все как обычно что необычное что мне не очень понравилось то что здесь нет никакого крепления кармана нагрудного для радиостанции для фонаря нагрудного нет ничего есть только лишь такая вот липучка и под липучкой уже находится два внутренних кармана карманы достаточно большие глубокие радиостанцию в принципе влезет значит система быстрого съема на молнии есть боевая одежда сегодня не моя смена поэтому по тревоге я сейчас никуда не побегу все не первая смена работает в общем мембранная боевка штаны выглядят вот на таких лямках очень легкие больше в принципе здесь нечего говорить по этой боевой одежде усиленные плечи конечно же по сравнению с боевой одеждой энергоконтрактор это боевка гораздо легче ну мне кажется и тут технологии все вообще разное но я ее и брал только для лета потому что зимой мне кажется в ней будет прохладненько заявил как раз таки вот этой мембранный то что она тоненькая как спортивный костюм просто я даже сейчас ты мне не жарко не хватает конечно карманчиков здесь но карманы есть на штанах буду как-то ими спасаться для нагрудного фонаря не знаю буду что-нибудь так сказать колхозить но ради страшного скорее всего буду носить его внутреннем кармане и доставать им каждый раз таким способом но зато кстати она будет защищена от попадания влаги вот такая вот боевая одежда посмотрим и узнаем как она себя покажет на пожарах на температуре на промокание на износа стойкость в общем крестине хочу сказать огромное спасибо ссылка на продавца в описании она бы занимается продажей шлемов боевой одежды крак фонарей в общем все импортные с франции прямо в россию белоруссию и украину поставляет в общем проходите и знакомьтесь надевать боевую одежду энергоконтракта я полностью всю не буду надену лишь только куртку сверху для того чтобы продемонстрировать о чем я вам говорил чего не хватает на той боевой одежды здесь есть у нас карман для радиостанции различные крючки для тангетки от радиостанции естественно здесь есть крепление для фонаря фонарь силы света мчс очень хороший сильный мощный матерый боковые карманы но в принципе кто не смотрел обзор на данную боевую одежду можете я здесь подсказку сделаю чтобы вы смогли пройти посмотреть боковые карманы для того чтобы туда складывать естественно необходимый различный инструмент ручка для открывания окон в общем на это тоже есть все обзор данная боевая одежда чуть чуть повыше то почему прям здесь же чуть по-другому обозревать ее второй раз не вижу смысла давайте посмотрим на то что с ней случилось за тестовый период носки значит заметил только лишь один момент вот здесь вот у меня лопнули нитки и в принципе все больше с курткой кроме того как материал потерял чуть-чуть свой цвет ничего нигде вообще никак не произошло я ее ни разу не стирал и как раз я ее сейчас постираю после того как одену ту боевку буду эту стирать значит был я в различных ситуациях пожарах температурах ну в разные боевки могут себя повести по-разному допустим где-то плечи выгореть помните как у меня старая боевка была то здесь никаких предпосылов на это нет вообще о том что как она держит воду она держит воду на все тысячу процентов если я промокал внутри то только это промокал за того то что я потел верхний слой промокает нижний слой не промокает внутренняя часть вот здесь вот видите да это то что снизу попадала влага здесь у меня всегда сухо было зимой сухо как бы я весь я просто мылся вот со шлангом и поливаемся в гараже уже нет не с рукава а со шланга керхером я ее не мыл в стиральной машинке и не стирал здесь никаких вообще замечаний нету отличная боевая одежда просто на летний период вот это просто ну жарко будет честно скажу жарко поэтому я только взял мембранную на летом со штатами все аналогично никаких повреждений даже нитки нигде не трескались по моему я смотрел единственное только то что начала прошаркиваться прорезиненный материал но это не критично нисколько вот в этих местах чуть-чуть износилась задней части износилась единственное только что мной было замечено то что штаны удобные обалденные крутые вот этот поясной ремень который здесь фиксируют он очень удобен вот он разгружает плечи так как штаны достаточно весомые такие часть своего веса берет на таз единственное что я заметил то что штаны очень широкие я бы их сделал чуть чуть поуже мне они широкие реально широкие боевку мы с вами посмотрели теперь предлагаю посмотреть что у нас произошло с сапогами фирмы модерам значит я в них единственных только хожу сменками никакой нет я может быть когда-нибудь себе приобрету хайкс и как у вас а из москвы кстати если интересно ссылку оставлю посмотрите эти бомбические просто сапоги мне кажется круче их нету ничего вот давайте в общем посмотрим что у нас с этими сапогами ходил по естественно горящим углям по раскаленным каким-то вещам с подошвой ничего не произошло ну естественно никаких проколах речи не может идти вообще единственное что значит ну как кожа она имеет свое свойство вышаркиваться вышаркалась кожа здесь царапины различного рода высшее голенище здесь защищена боевкой поэтому она уже получше ну это проблема можно сказать даже не проблема я в акцию уже приобрел и наверное сегодня постираю эту боевку и в акции трус сапоги несмотря на то что я не суеверен но перед сутками не советую натирать сапоги в общем это один сапог и 2 в принципе в точно таком же состоянии не промокает ни разу не промокали ноги единственное только то что меня чуть-чуть сейчас смущает то что внутри ботинка мягкая вот такая стелька ну вообще бесформенная что ли и часто нога когда ты засовываешь по тревоге быстро ногу у тебя стелька внутри заскальзывает и сминается вот это единственный момент который я заметил по сапогам здесь тоже в принципе все отличные сапоги мне нравится значит следующий момент предоставила фирма также для тестовой носки в св ссылка тоже будет на них в описании кабуру и топор кабура поворотная смысл такой то что надевается на ремень и кабура может поворачиваться топор не знаю облегченный не облегченный обычный топор внутри здесь тоже какая-то защита от того чтобы кабура не рвалась также данная фирма предоставила нам хулигана за это им огромное спасибо и под шлемник под шлемник в принципе обозревать тоже не вижу смысла но он достаточно плотный хороший мне угли не попадали ничего такого в общем нашу пользуюсь в дальнейшем также будем делать какие-нибудь обзоры если вам понравилось и будем уже смотреть опять за какой-то времени что произошло с данными вещами следующий элемент это на ремне мне предоставили для обзора также кабура для топора я ее подарю скорее всего кому-нибудь из своего караула потому что все что у меня обновляется экипировка я им передаю по наследству потому что экипировка должна работать если это качественный допустим чехлы фонари я ребятам даю вот значит здесь у нас кабура для топора и чехол для телефона также на этого производителя ссылку оставлю ну что ж друзья вот такой вот у нас с вами получился обзор надеюсь вам было интересно его и полезно посмотреть и я не зря рассказываю вам о проверенных продавцах потому что сейчас в интернете очень много мошенников и обманщиков будьте бдительны и аккуратны при выборе был экипировки и снаряжения вам же говорю как обычно огромное спасибо за вашу активность за вашу помощь кстати при сборе копилки на тепловизор у нас уже собралось семьдесят две тысяч триста восемьдесят четыре рубля это огромная сумма нам осталось еще чуть-чуть и мы приобретем этот долгожданный тепловизор обязательно подписывайтесь на инстаграм на тик ток всем отличного настроения берегите себя и своих близких всем пока